А вот в селе Сердюковка Черкасской области не до проблем с языком преподавания. Там почти треть учеников пропускают занятия. Почему и как предлагают родителям решать эту проблему? Подробнее Станислав Кухарчук. Вот так с 15 сентября Светлана возит своего сына из дома в школу и обратно. Женщина живет на станции Сердюковка, в трех километрах от села. На своем двухколесном коне теперь ежедневно наматывает по 12 километров, лишь бы ребенок занятия не пропускал. До прошлой недели восьмерых школьников и шестерых воспитанников детсада со станции подвозил транспорт местного агропредприятия. Но участники внезапно отказались, объяснив, что компания не имеет лицензии на перевозку. С тех пор в садик местные детвора вообще не ходят, а в школу ученики добираются кто как может. Так, Настя говорит, что мы должны в выходные нашей нередливости другу доносить на два. Максим спешит наверстать школьную программу. На прошлой неделе два дня девятиклассник был вынужден провести дома. Ремонтировал старый велосипед. Говорит, пока позволяет погода, будет ездить в школу на нем. Из-за отсутствия транспорта занятия пропускает половина детей, проживающих на станции, говорят преподаватели. Уже неделю администрация Сердюковской школы пытается решить проблему. Но под программу школьный автобус заведения не попадает. Три километра по нормативам слишком маленькое расстояние. Вчера в Смелянском райсовете предложили детей возить на учебу школьным автобусом в Терновку. Туда около 30 километров. Но зато ездит школьный автобус. Родители возмущены. Я тут працюю, дитина на месте тут, около меня, допустим. А в Тернивку это очень далеко. Это далеко просто. В райадминистрации предлагают пересмотреть маршрут автобуса из Терновки. Пусть сделает два рейса. Он сначала доставляет детей из ближайших сел до Терновки. И потом пустым приезжает сюда и совершает доставку по селу тут. Согласовать этот вариант чиновники обещают до конца этой недели. А до тех пор ученики будут добираться в школу кто как может. Станислав Кухарчук, Олег Клименко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Продолжение следует.